Девушки отдыхают Некольки месяца у Гомеля почнется капитальный ремонт проспекта Космонавтов. Знакомитый норвежский скрипач, спевак и композитор Александр Рыбак выступил разом с Гомельским хороцким симфоничным оркестром. И больше подробязно об этом не только. С выше миллиарда 200 миллионов рублей поступило летось у Гомельское областное управление Фонду социальной обороны насильництва. Это сродки на социальное и пенсийное страхование граждан. Сегодня керавництво Фонду провело брифинг для журналистов, присвященной реализации декрета номер 3. За каждого работника предприемство повинно отличить у Фонды социобороны насильництва 35% от заработной платы что месяц, 28% на пенсийное страхование, 6% на социальное и 1% выплачивая сам работник. Если человек не работает, то можно самостоянно платить эти гроши. Дарыч и сродка, в яке поступают все фонд, не хапая, как компенсировать все затраты на пенсии, больничные, допомоги на детей и так далее. Доводится корыстаться державными дотациями. У Гомеля самоокупными з'являются только два районы – центральный и чугуночный. Тому важным з'является удел у финансовании держ-расходов, як маха большей колькости грамадян. Получается, что если человек нигде не работает, не выполняет работы по гражданско-правому договору, не является там индивидуальным предприятием или другим самозанятым лицом, либо работает неофициально, получая заработную плату в конвертах, он не только не участвует в финансировании государственных расходов, но также и не участвует в социальном страховании. То есть фактически не формирует себе страховой стаж, но и в дальнейшем при выходе на пенсию это может негативно для него сказаться. Станаховый працы и прационной дисциплины на предприемствах и организациях города Гомеля за 2016 год сегодня обмерковали на посаджении Гарвы Канкама. За этот период у областным центра отзначено снижение вытворчего травматизма. Летость у областным центра зафиксовано 18 выпадков отримания тяжких травм, что на 7 меньше, чем у 2015 годе. Основная колькость несчастных выпадков отбылася на промысловых предприемствах и у будовничных организациях. Большость травмированных во взросле свыше 50-ти годов. Самыми небезпечными оказались профессии слесара, электромонтера, тесляра, тынковщика и бетонщика. Что тычется гибели людей на вытворчасти, статистика не изменилась. У минулого года 6 человек загинули, причин 5 трагичных выпадков отбылося у будовничных организациях. Головная причина, что приводится до подобных сдареньев, порушение правил оховой працы работниками. Означается и вина наймальников. У минулого года 6 службовых особ звольнены, 17 притягнуты до дисциплинарной отказности. Вины нанимателей в смертельных случаях только в одном случае не установлено. А что касается тяжелых, то из 18-ти 5 вины нанимателей не установлено. То есть вы понимаете, 5 человек были сами виновники произошедших этих случаев. Поэтому и в этом направлении надо работать и с нанимателями, и сами людьми разъяснять, что всех, кто ушел на работу, должен вернуться домой. В ближайшие два месяца у Гомеля начнется капитальный ремонт с частковой реконструкцией проспекта Космонавтов. Об особенностях этого проекта журналистам рассказали подчас брифингу с уделом представников Гомель-Дарпроекта Управление капитального будовництва и Держаута инспекции. Этот проект плановый. Основных причин ремонту две. Зношенность дорожного покрытия и недостатковая пропускная сдольность. Специалисты Белорусского дорожного навыково-доследшего института заключили. После реконструкции трассы М-5 интенсивность руху на проспекте Космонавта узросла омально 15%. Повышенную нагрузку, уснувшую дорожное покрытие, не вытрымливая. Сегодня проспект Космонавтов, он в стадии начинающего разрушения многочисленной поперечной трещины и калийности. И есть заключение Дорнии, которое гласит, что необходимо поднять капитальный ремонт. Кроме этого, значит, не только будет капитальный ремонт самого проспекта Космонавта, но и все будут прилегающие территории, дворы, заезды дворей приводиться в джажное состояние. Поджажат будут ремонту. Пропускная махчимость проспекта Космонавта так само не отповедая сучасным умовам, что в свою чергу приводит до затримок руху и повышая аварийность. Адрамонтовать плануется мальтры с половой километры дорожного покрытия у Тымлику и путепровод Сальмашевский. Поширать проездную участку будут на всей протяглости от улицы Озерной до Яфремова, а так само для перекрыжования, где будут створаться особные полосы для ожитивления поворотов направо и налево. За счет лево- и право-поворотных съездов будет на определенных участках будет выполнена дополнительная полоса лево- и право-поворотная. Немного будет таких участков, но они присутствуют. Где-то может быть метр будет, где-то может быть два с половиной, но они будут присутствовать для того, чтобы возможно на каждом перекрестке иметь три, а то и четыре полосы движения для лево-право-поворотных съездов транспорта и для движения в прямом направлении. Зручней повинна стать и пешеходам рамон тротуаров, заявление островков безопасности на проездной частке и обсталевание кишенев на припынках громадского транспорта. Припынок в улице Яфремова перенесут до магазина Веста. На супразлеглом боку проездной частке з'явится додатковый припынок. Пешеходные переходы останутся на звыклых местах. Пешеходные переходы останутся все на своих местах, которые есть на сегодняшний день. Единственное, на отдельных пешеходных переходах появятся островки безопасности, как я уже говорил. Ну и с учетом где-то частичного увеличения ширины проезжей части будет немножко увеличено время зеленого сигнала для перехода пешеходами проезжей части. Почать рамонтные работы на проспекте космонавтов планують у середине красавика. На завершить у Липпене. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадио «Компания Гомель». На передаче 100 годзе белорусской милиции у Жлобини открыли мемориальную дошку у дельнику Великой Айчинной войны и герою Советского Союза Сергею Пономарову. Первая сторонка военной биографии супрационника Жлобинского районного отдела унутренных справ написана у червени 41-го на Заходном фронте. Потым у одним з боев он отримает ранения, але не покинет позицию. Приме у делу операции «Багратеон» будет воевать до переможного конца и у лютым 45-го отримает звание Героя Советского Союза. После озвольнения у запас вернется у органы унутренных справ. У Кастрычнику 68-го он сыйдит життя, але не с памяти удячных земляков. Мемориальную дошку у его гонору стрелявали на будинку Жлобинского районного отдела унутренных справ. Я ее открыл унук Героя, так само Сергей Пономарову. У истории гомельской милиции убогу лишь мат героичных сторон. С ними мы знакомим вас у нашем специальном проекте, присвеченном 100 годзю с дня заснования белорусской милиции. Сегодня у центра уваги черговый колоритный сюжет. После вызволения Советских Республик от немецко-фашистских захопников началась другая война на унутренной просторы. У боротьбу с представниками криминального осярода уступили супрацовники органов унутренных справ. Одным из профессийных досягнений у гомельской милиции изъявляется арешт всесоюзной сходки криминальных аутаритетов и лидеров бандформирований, которая отбылась на начале 60-х. Одной из самых значных особ белорусской милиции, другой половы 20-х, а с того годзе, изъявляется начальник отделения криминального вышеку Павел Королев. И он стал прикладом профессионализму для целого поколения следших. Самодан оставился до службы за все дыбы у центры важных подзей. Один из членов администрационной комиссии республиканской, Николай Нарышкин, сказал, что за одного битва двух небитых дают. А я за Королева пятерых там. И я в нем вручаюсь и даю гарантию, что этот человек не подведет. На початку 70-х Павел Королев узначали управление криминального вышеку Министерства унутренных справ БССР. До того часа у скарбонцы профессийных досягнений у знакомитого следчика было уже шмат раскрытых злочинствов. Ясчэ на посаде начальника отдела криминального вышеку Гомельской милиции Королев разом со своими супрацовниками провел операцию по затырмане криминальных аутарытэтов взрослых городов СССР. Армавира, Одессы, Харкова, Полтавы, Ташкента, Перми и гэтак далі. У 1957-м яны вырошылі сабрацца у Гомеля, ка подмеркаваць два важная пытанні. Затвердзить на посаду нового злодзия у законе Марыка і покараць смертью криминального київського аутарытэта па прозвішу Аучарка за тое, што ён супрацовнічаў з милицией. Но главная причина была не в этом. І повестка была не то, только для прикрытия. Основная задача была воров в законе – разделіць сферу влияния. Потому што в 1953-м гаду была проведена обширна амнистия. Сотні тысяч воров вышли на свободу, влились в преступный мир, і надо было деліць сферу влияния. У выніку супрацовнікі милиці близкуча правялі апірацію па затрымані ўсіх, хто прымаў дзелу гэтай сходцы. Яна отбылась ў привакзальнім ресторане. Атказнаць за проведенні апірація лягла на плечі Коралёва і яго падначалінах – Далагаполава, Сямёнова, Вайнера і іншых. У выніку былі затрыманы 27 аутарытэтных делігатов крымінального айвсяродзя. Такога ў правоохомной практиці Савецкаго Саюза яшшэ не було. Що касається дальнішій судьбі Маріка, яку я должен былі восстановити, його не восстановили, але він закінчив свій життя в Германіі. Благополучно. А що касається овчарки, значить, йому смертну казну ніхто не выніс, і свій життя він закінчив в Нью-йоркі. Вот така історія про несостоявшуюся сходку на території Гомеля. Рабоці у міліці Павел Королёв просвятів усе своє життя, яку методи лягли у основу роботи сучасних слідчих і оперативних супрацівніків. Гэта сапрауды легендарна особа ў історії беларускай міліція. Пётр Алексеевич Ковалёв ушёл на пенсію в возрасте 57 лет і більше нити не работав. Он сказав, що як може начальник розыска республіки пайти куда-то работать. І даже приду такой факт, когда он уже был тяжелобольной в 80-летнем возрасте, його доставляли в больницу, то медперсонал обратився, дедушка, а куда вийдёте? А он говорит, какой я вам дедушка? Я начальник розыска республіки. Александр Гамоль, Александр Харлам, Паутелі, Радоя, Кампанія, Гоміль. Протягуем выпуск. У Гомілі распачаўся шерах святочных мероприємств у присвячених надыходячому Межнародному жанучшому дню. Сьогодні адным із перших віншавання прымалі представніцы профсоюзного актыву Гомільськай в області. На врачыстый сход былі запрошаны 75 жанчын. Гэта представніцы профсоюзных обкамов зусёй в області, а таксама работніцы розных прадприємствов і організацій. Кожна з їх мае свае сабістые досягнені і унесла пэвны укладу розвіцю регіона. Але галоная їх перамога – увасаблення пяшчоты, добрыні і прыгажості, захавання семейного очагу і выхавання дзятей. Пачас святочного мероприємства жанчынам былі присвячены тёплые словы, концертные номары, подарунки і галоные атрибуты свята – кветкі. «Есть таке выраження, що мужчина мыслит і мышление його глобально, а женське – оно детально. І от цей тандем даёт определённі такі хороші результати во всіх сферах. Я від всей душі хочу поздравити вас, пожелати вам мира, здоров'я, найголовніше вам, вашим близким, пожелати вам женського счастья. Нікто ещё не сказав точно, що це таке, але пускай оно буде в вашій жызні і так, як ви у себе представляєте, в полной мере. С праздником вас! С самого-самого наилучшого! Знакаміты норвежський скрыпач, співак і композитор Александр Рыбак некалькі дзён провёл у Гомелі. За гэты час артыст познайомився з городом і даў майстер-класс маленьким скрыпачам. Выніком гэтых насычных дзён стаў вяликий сумесный концерт Александра Рыбака і Гомельського городського симфонічного оркестра. Такі вы красіли! Прекрасно! Давайте, можна хлопать вот щас! С таким позитивным настроем вядомы скрыпач, співак і композитор Александр Рыбак распачал концерт разом з гомельським городським симфонічным оркестром. Гэта перша візіт артыста у Гомель. Пасля долгих перагаворов ідея такого сумесного музычного праекта увасобилася на сцене. У Гомель артыст праехал на некалькі дзён рані. Было шмат рэпэтыцы і вяликий майстер-класс для маленьких гомельських музыкантов. В учанице 67-й гомельська школы Віталіна Осянникова не першы год грае на скрыпце. Але гэта перша е концерт на великай сцене з зоркой такой величыні. Мені Рыбак очін нравится, он такой эффективный, просто не ту слов. Разом з трамфатором Євробачення юные скрыпачі выконали знакомітую казку, яка ў 2009-м годі спадабалася ўсёй Європі. ЗАЛЁДЕЛЬ БАЛЮСЬ МАЛЮСЬ МАЛЮСЬ НА УЕЙ РОСНІ У ГАРАСКОГО ОРКЕСТРА ГЭТА ПЕРШИ ТАКІ ВЯЛИКИ МЕЖНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ІЁН БУДІ МЕЦЬ ПРОТЯГ. Я считаю, что гомельський оркестр получил массу новых впечатлений, удовольствий. И прежде всего, это опыт работы с музыкантом, который уже признанный во всём мире. перенять что-то. Я считаю, что это очень позитивный опыт. Концерт с уделом Александра Рыбака завершился протяглыми овациями и выкликами на бис. Александр Лупиненко, Павел Антонов, Валера Ихапанько, телерадоё компания «Гомель». ГэТ, а так само інші новини вы можете знайсці на нашім сайці у інтернеці. Па адресі www.tyvergomil.by. На гэтым выпуск завершен. У студы працавала Наталі Гнатєнка. Усяго вам доброго. До нових зустрічей в ефірі.